Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещал, мы с вами вот по вашей, будем говорить так, просьбе, потому что уже больше, наверное, 8 лет я изготавливаю вот такие приманки по версии Дэйва Макфайла. Это очень уловистая приманка, конструктивно выполнена достаточно хорошо. Значит, это Эмиджер. И в этом году получилось так, что товарищ мне заказал, ну, очень-очень много. Учитывая то, что карантин и у многих запреты на выход из дома и, естественно, попасть на рыбалку целая проблема, у него проблем нет, так как у него река протекает в огороде. Значит, он на такие приманки спокойно ловит уклейку в устье Ру. Ну, и для меня стало небольшим таким открытием. Он ловит жереха. Поэтому после переписки в Фейсбуке я решил все-таки сделать фильм, потому что очень много есть вопросов. Большинство при повторении столкнулись с определенными сложностями. Ну, давайте мы сейчас с вами опять очередной раз свяжем такую приманку, но уже немножечко в другой модификации. Я покажу здесь всевозможные варианты тела. Это крючок номер 14. Как вы видите, все вот имеют вот такую оранжевую жопку. И уже дальше имеют свое какое-то тело. Большинство, кто знает меня уже очень давно, знает, что я использую, как всегда, подручные материалы. Попалась мне в руки вот такая тесемочка, как раз на Пасху. Пасхи были завязаны вот такой тесьмой. Ну, я как-то взял и достаточно хорошо себя зарекомендовала вот эта нить. Также имеются у меня и уже другие. Это вот пряжа Антрон. Она флуоресцентная. То есть, если у вас ничего нет, можно просто брать обыкновенную нитку и тело изготавливать из обыкновенной нитки. Проблем нет. Но так как большинство просило мне показать изготовление приманки от начала до конца и показать определенные сложности, как обойти, которые возникли у вас, то я давайте сейчас начну. Как я уже сказал, крючок по форме граб-шримп берется. Но, скажу откровенно, вот у меня имеются вот такие крючки фирмы Гамакатсу. Их попробовали. Есть сходы. Поэтому я взял крючки фирмы Корейской. Где тут у меня? Хотя бы вот показать Хаябуса. Вот. У них она изготавливает такие же крючки. Имеются как для нимф, так и для сухих мушек. В чем отличие? Отличие в том, что имеется вот отгиб. Если взять вот так наш крючок и посмотреть, то крючок имеет отгиб. Сходов и пустых поклевок стало меньше. Значит, еще задавался вопрос. Почему я, значит, довязываю почти до самого жала? Друзья, ну, как вы видите, у каждого свое есть видение того, как выглядит сама приманка. И исходя из этого, я вот ее тело вижу так. Поэтому я вяжу в основном так. Кому не нравится, делайте тело, как вы хотите. Сходов и пустых поклевок практически нет. Значит, давайте так. Тело мы будем изготавливать так, как я уже вам показал по стандарту. Значит, подложку под оранжевую жопку, которую я буду делать вот такой флуоресцентной ниткой. Нужно делать белым. Тоже она вот такая у меня светоотражающая. Тогда прямо аж играет наша жопка. Здесь я клеем не промазываю, потому что цевьё имеет изгиб-загиб, и наша нитка нигде крутиться не будет. Нитку я использую очень-очень тонкую, 0,0, там, 16. Опять же, всё самодельное, не покупное. Значит, и нам понадобится люрекс. Люрекс плоский, голографический. Я использую, когда вот покупной, который имеется у фирмы, вот такой люрекс. Он перламутровый и достаточно хорошо играет. Если нет, я использую вот аналогичный, такой же. Это с ёлочных украшений, который у меня достался. Крепим буквально здесь, в конце, наш люрекс. Подтянули, закрепили. Здесь я не сильно стараюсь делать уплотнение. То есть, нитка у меня ровнится, и вот она у меня ровненькая. Вот приблизительно где-то пятая часть или четвёртая часть моего тела должна быть наша оранжевая жопка. Подобрали. Два-три прохода будут вполне достаточно. И сразу же я креплю нитку оранжевую. Как вы видите, я креплю её, закрепляю немножечко необычно для вас. Но скажу честно, друзья, я это делаю только лишь потому, что эту нитку очень сложно купить. Я заказал, мне прислали, но оттенок, если это морковка, вернее, ну, такая зрелая морковка, то там слегка как жёлтая морковка. Поэтому я эту нитку берегу и, исходя из этого, вот делаю вот так, без всяких отрезаний и отрываний. И теперь довели до жала и стараемся теперь уже виточек к виточку сформировать нашу жопку. Ну, проблем никаких не составляет. Я даже, как вы видите, не раскручиваю нитку. Почему? Потому что потом при вскрытии лаком все эти неровности как бы съедаются, прячутся. И делаем немножко вот такое вот утолщение к тому месту, где будет у нас уже идти другой цвет. Прошли ещё раз. В принципе, это вполне вот такой величины мне будет достаточно. Можете и наполовину. У меня есть фильмы, где практически там, ну, разные есть, без всяких там изысков, изготовленное тело. Есть с разными и полосками, белая, оранжевая. Ну, это уже как вы для себя решите, так вы для себя и делаете. Узловязом вы прекрасно уже знаете, как пользоваться. Подтянули. Я отрезаю ножницами. Посмотрим, чтобы не было мусора. И также я беру, вот я при распускании своих ниток, у меня получалась иногда разная вот такая толщина. Я специально не разделял вот эту прядь, не делал тоньше, потому что в данный момент вот мне она нужна как для изготовления тела, а зачастую я ее использую для вязания стримеров. Достаточно крепкая и хорошая нить. Минус только один, что это все полиэстер. И теперь, вот мы доходим до того места, где наша должна закончиться жопка. Обозначили ее. Чтобы не было нагромождений, взад-вперед, давайте я вот так буду быстро торопиться. А вы, у кого не будет достаточно навыков, уже более медленно будете сами себе делать. Значит, делаем небольшое вот такое вот утолщение к тому месту, где у нас будет идти сама грудка и где будут крепиться крылышки. Стараемся так, чтобы не было у нас ям. Более-менее так плюс-минус трамвайная остановка, чтобы было ровненько. Ну и уже завершающие штрихи. Здесь, конечно, надо мне не торопиться, а более-менее вот так аккуратненько. Чтобы не было нагромождения материала. Обращаю ваше внимание. Вот то, что мы вот, считайте, как бы раз и прервали изготовление нашего тела у колечка. Это никак не повлияет на качество и удобство изготовления. Вы мне писали, что нитка скользит, закрепить проблематично. Сейчас, пока наше тело с вами будет... Опа! Вырвал. Пока наше тело будет подсыхать, мы с вами... Ну да. Недостаточно. я поджал. Наше тело будет сохнуть, так как мы сейчас должны это вскрыть лаком. Вот мы все выровняли. здесь можно даже ничего вот не делать, никаких ухищрений. Так. Теперь мы с вами должны промотать люрексом. ставим крючок вот в такое положение, чтобы у нас тело находилось ниже оси. Благодаря этому люрекс при намотке не будет скользить по полиэстеру, потому что люрекс синтетика и нитка синтетика, и все это у нас будет дружно скользить. Но, чтобы у нас не было проблем, я беру вот такой лак-клей глубокого проникновения и вот так слегка наношу. Быстро, пока он у меня еще не схватился, я делаю пару оборотов по металлу, там, где я закрепил. Ну и дальше уже я стараюсь соблюдать шаг. Можно крутить, используя функцию ротори. Ну, честно скажу, я уже столько их навязал, что мне гораздо удобнее вот руками пройтись, тем более не хочется отрезать нитку и ставить штатив. Завели, прокрутили вокруг вот так нитки, перевели, отрезаем наш люрекс, убираем, нам он уже не понадобится. И теперь уже окончательно можно нитку убирать, так как дальше мы будем вязать очень тонкой ниткой и по цвету она должна быть близкая к нашему телу, то есть коричневой, черной, желательно, конечно, черной. Ну, я буду вязать белой, подкрашивать ее буду маркером. Теперь не сильно увлекаемся, берем лак, клей и наносим небольшой слой нитка. Нитка не впитывает, но лак, почему я его стараюсь использовать? У меня имеются разные лаки, в частности, и вот такой фирмы, но фирмы Hens как-то мне вот первое, что попалось на нашем рынке. Цена качества соответствует действительности, то есть достаточно удобно, учитывая то, что я вяжу большое количество, то мне выгодно. Сейчас, конечно, цену ребята подняли несоизмеримую, 5 долларов такой флакончик, но не сильно греет, конечно. Вот, как вы видите, у нас получилось вот такое симпатичное тело. Мы останавливаемся пока, ждем, пока наше тело впитается. Скажу откровенно, пластинка долгоиграющая, с одного раза даже не пытайтесь скрыть лаком, можно использовать УФ или клей для вейдерсов, вы поняли, о чем я говорю, но все равно не сильно это вас ускорит. В идеале, конечно, использовать лак-клей, но нет, используйте клей для вейдерсов. Ни в коем случае не используйте лак для ногтей, это будет просто потраченное вами время. Он будет мутнеть, шелушиться, и рыба будет стороной обходить нашу приманку. Или же ультрафиолетовая эпоксидная смола, или клей для вейдерсов, что то же самое, или же этот лак-клей. Ну, давайте теперь будем ждать, пока она у нас высохнет. Ну, вот, друзья, прошло, наверное, минут 40, и тело наше готово. Не торопитесь, так, чтобы за один раз все у вас вышло, или за два, у меня здесь, наверное, раза три или четыре тонкими слоями приходилось наносить этот лак, потому что если мы нанесем очень много, появляются воздушные пузырьки, которые убрать потом будут проблематичны. Ну, а теперь то, что вы просили и рассказывали в своих фильмах, что у вас не получается. Я беру, опять же, очень тонкую, ту нить, которую я распускал, это та же синтетика, которая очень хорошо скользит, она белого цвета. Чем тоньше нить, тем лучше. вот мы с вами ее закрепили, отрезаем ненужную часть, и что у нас получается? Если мы сейчас начнем вот здесь крепить, как вы видите, раз, видите, она раз и съехала, раз и съехала. Для того, чтобы этого не было, когда у вас возникают сложности, ну, вот я если покрашу сейчас свою нитку черным маркером, то нитка будет хорошо прилегать, пока влажная. А если вот вам нечем красить, вы взяли черную нить и работаете черной ниткой, этот клей я уже, елевый клей, показывал не один раз. Значит, не стесняйтесь применять синтетику, пахнуть она не будет, рыбу отталкивать она не будет. Кстати, вот пока я изготавливал эту приманку, у меня друг вернулся с рыбалки и наловил хорошее количество жериха на вот такую почти приманочку. Я выложил в фейсбуке фотографии, кто подписчик, тот может посмотреть. для того, чтобы не делать двойную работу, я беру вот немножечко даббинга спектра, он тоже ультрафиолетовый, оранжевый, вот, и как вы видите, слегка вот я увлажнил пальцы, нанес на нить и беру, ну опять же, как я уже показывал неоднократно медицинской иглой, кому как удобно, наношу на то место, где мне необходимо крепить мой материал. Вот приблизительно вот здесь я буду крепить крылышки и сверху вот я наношу точечку. Больше не нужно, потому что это будет лишнее. Всё, нитка никуда не скользит, она уже зацепилась. Теперь я подкручиваю пальцами, вот меня Роман Мозер показывал, как работать с таким даббином и с разным можно посмотреть. Плотно-плотно делаю, потому что я здесь буду крепить крылышки. Если мы с вами будем, не сделаем вот такую площадочку, я специально вот возьму, у меня здесь есть несколько большее перо, чем я буду крепить, для наглядности. Вот большее. И мы когда привяжем, то у нас получится так, что наше перо вот так будет опоршиться, а нам надо, чтобы оно лежало вот в такой одной плоскости. Для чего? У нас получается так, что вот эта часть до крыла погружается в воду. Я в начале фильма сказал, что это эмаджер. А крылышко и ёршик поддерживает нашу приманку на плаву. Значит, хотите, используйте новые перья, отрывайте. Хотите, вот как я, допустим, я изготавливаю разные приманки и потом складываю себе в коробочку разные отходики от кончики пера. Настолько вот они иногда бывают маленькие, что ну практически вот впритык-притык мне придётся делать крылышко. Ну, я не ищу лёгких путей, и в то же время почему я должен вот взять больше вот такое перо, а потом выбросить по остаткам. Поэтому я зачастую использую вот при определённых навыках проблем не возникает. Кладу сверху, немножечко наклонил к себе, так как нитка утянет наше перышко, и у меня вот получилось одно крыло. Пока меня я не затягиваю, могу подровнять, сделать так, как мне вот нужно. Меня вот такая длина слегка должен заходить за заеб. Вот такая длина меня вполне устраивает. беру длина длина перышко проверяю, чтоб у меня совпадали не сверх пера. Оно ещё хуже, чем то, которое я сейчас закрепил, но скажу вам сразу, у нас всё хорошо получится. приблизительно вот так. То, что одно больше распушилось, другое меньше, это не имеет значения. Проверяем длину перьев, так как у меня перо из одного скальпа, перья все одинаковые, поэтому как только попадёт в воду, это перо у меня станет абсолютно хорошим, ровненьким. И два перышка будут одинаковые, поэтому если мы визуально смотрим, они чем-то отличаются, это не значит, что они не подходят. Наносим на место крепления вот буквально здесь сверху капельку клея этого же, что я вам показывал гилевого, не стесняемся, потому что если мы будем с вами здесь наносить нитку, то у нас будет большой объём. И теперь самое для вас страшное, нам необходимо найти вот такое перышко гризли, или же если у вас допустим нет такой возможности, но есть всевозможные вот такие перья длинные, желательно, чтобы оно было в идеале ровненькое, по всей длине, вот как у меня это перо. Аккуратненько здесь нанесли и подхватили. всё. Практически здесь наша работа закончена, но так как мы уже с вами здесь нанесли определённое количество материала, клей, клей наш пока мы тут, вернее не мы, а я лялякал, клей наш уже подхватил материал, то есть мы дальше можем спокойно закрепить всё то, что у нас имеется. Я вот аккуратненько подхватываю ось пера, следим за тем, чтобы не было у нас у колечка лишнего материала, заберём и подхватим. и теперь вот нам необходимо до вот этого места, где я оставил нитку, подготовить грудку. Грудка также будет изготавливаться из оранжевого даббинга. Если бы мушка и тело, вернее тело у меня было более светлое, то понятное дело я бы использовал, вот у меня имеется вот такой хороший ржавый под ржавчину даббинг. Также слегка увлажнили пальцы, накрутили на нить и перед вот местом, где мы с вами обозначили, начинаем формировать грудку. Без фанатизма, потому что лишнее здесь вообще не нужно. Нитку я не перекрашиваю, так как она у меня белая, а вот теперь я подкрашу нитку, так как мы будем потом формировать с вами головку. и теперь смотрите, вот у нас наши крылышки стоят на месте, стоят так, как я и хотел, вот как вы видите, не вот так торчком, а красиво. ну и теперь вот начинаем от места крепления крылышек, следим за тем, чтобы не утащить наши крылышки, буквально пару, тройку оборотов вполне будет достаточно. Доходим до того места, где я обозначил ниткой, и вам показал заранее. Подхватываем перо, и почему я вот этот фильм уже изготавливал этого комарика 325 раз, но каждый раз вы пишете и задаете вопросы. Беру ампулку, что есть ампулка? Это стержень шариковой ручки. Одеваем, доходим до того момента, где наше перышко, и я вот стараюсь аккуратненько, так, чтобы не сломать крючок. Наша ампулка удерживает все перья, так, чтобы они не лезли к колечку. Для этого есть специальное приспособление. я неоднократно в фильмах показывал, рассказывал, но если нет ничего, то это вот в идеале. Ну, и как вы видите, перо у меня никуда не залезло, не подлезло. Так как это сухая мушка, то здесь головка у нас обыкновенная, не выдающаяся, она не должна быть тяжелой, поэтому вот такого определенного количества нитки будет достаточно. Еще у нас будет лак, и величина головки у нас увеличится. и я аккуратненько вот так не отрываю, а подрезаю перо ножницами. Берем вот как вы видите, все у нас все отлично получилось, в идеале, мне нравится. Берем опять нашу иглу и опять так же, как я вам говорил, не за один раз наносим на нитку. Я зачастую, допустим, когда делаю на более мелких крючках, этот у нас 14-й, а то, допустим, 16-й, 18-й номер, то даже инсулиновой иглой очень тяжело изготовить красивую качественную головку. Зачастую еще ость пера сильно влияет на величину головки, так и норовит съехать колечку. Поэтому я иногда, вот когда остается у меня уже завершающая стадия изготовления головки и мне надо завершающий узел, я просто на нитку наношу буквально вот сантиметр не более клей, просто делаю пару оборотов и делаю завершающий узел. Этого вполне достаточно для того, чтобы наша мушка прожила долго и счастливо. Ну, вот, друзья мои, как вы видите, вот такая вот уловистая приманка. Готово. Изготавливается несколько, конечно, нудно, но если меньше разговаривать, так как я разговариваю больше, чем делаю, то можно спокойно за 7-8 минут с расчетом, конечно, чтобы усохнуть наше тело, можно изготовить. Вот практически и все. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.